Видео подготовлено сайтом online.gdz.net Тема нашего урока – предложения. Давайте прочитаем две записи. Запись первая. Небо по облака плывут белые. Вторая запись. Высоко в небе летят журавли. Давайте выясним, что записано под цифрой 1. Небо по облака плывут белые. Это записаны слова, потому что они не связаны между собой. Прочитаем еще раз запись под цифрой 2. Высоко в небе летят журавли. Это предложение, потому что слова между собой связаны по смыслу. Итак, давайте выберем, что такое предложение. И какие характеристики к нему можно отнести. Для этого прочитаем и выберем те утверждения, которые являются правильными. Прочитаем первое утверждение. Предложение – это одно или несколько слов, связанных по смыслу и выражающих законченную мысль. Это утверждение является верным, потому что предложение действительно состоит из одного или нескольких слов, которые должны быть связаны между собой по смыслу. И выполняя предыдущее задание, мы это выяснили. И выражающих оконченную мысль. Это утверждение верно. Второе утверждение. Предложение не может состоять из одного слова. Это утверждение является ошибочным, потому что предложение с одного слова состоять может. Третье утверждение. Первое слово в предложении пишется с большой буквы. Это правильно, потому что каждое начало предложения, первое его слово, должно писаться за главной буквой. Это верное утверждение. Слова в предложении не связаны между собой по смыслу. Когда мы прочитали первую запись, то так как раз слова и не были между собой связаны по смыслу. Поэтому это предложением и не являлось. Поэтому утверждение под номером 4 является ошибочным. Пятое. В конце предложения ставится точка, вопросительный или восклицательный знак. И это верно. А теперь давайте прочитаем записи и определим, можно ли считать эти группы слов предложениями. Прочитаем первую запись. Тихо журчит лесной ручей. Здесь несколько слов. Эти слова, связанные между собой по смыслу, выражают законченную мысль. Поэтому это предложение. Второе. На проводах уселись вороны. Здесь несколько слов, которые также связаны между собой по смыслу и выражают законченную мысль. Значит, вторая запись – это тоже предложение. Следующее. Созревают плоды саду в. Но эту запись нельзя назвать предложением, потому что, несмотря на то, что здесь несколько слов между собой по смыслу, они не связаны. И поэтому нам нужно из этой группы слов составить предложение. Если мы расставим слова в нужном порядке, у нас получится следующее предложение. В саду созревают плоды. Это предложение, потому что эти несколько слов, которые мы записали, связанные между собой по смыслу, выражают законченную мысль. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь.